Здравствуйте, дорогие любители Бернера! Сегодня мы с вами коротко поговорим о том, что из себя представляет самый популярный комплект Бернера, который состоит из 10 предметов и продается только в одном месте, в магазине Вальдерес. Его очень легко найти. Пишите в любом поисковике, по-русски или по-английски Вальдерес, а дальше заходите на страничку Бернер или Аксвальд. Аксвальд – это вторая производственная площадка Бернер. Бренд Бернер или бренд Аксвальд продаются на Вальдересе в уникальных комплектациях. Итак, сейчас мы поговорим о тренде в составе 10 предметов. Давайте посмотрим, что входит только в тот комплект и только на Вальдересе. Уникальное предложение для вас невероятно выгодно. Смотрим. У нас комплект Тренд, как всегда, состоит из основной рамы. Абсолютно идеальные, классные, мощные, надежные, великолепные ножи, на каждом из которых написано Бернер Джомани. Мы даем гарантию на заточку этих ножей нарезка трех тонн овощей. Дальше в комплект входят три вставки. Посмотрите, вставочка безнажевая, двухсторонняя, делает две толщины нарезки. Следующая вставка, где расстояние между ножами 7 мм и вставка односторонняя. С другой стороны ничего у нас не получится, где расстояние между ножами 3,5 мм. С помощью этих вставок вы можете сделать на самом деле 12 вариантов нарезок. Обязательно в каждый комплект входит вот такой плододержатель. Напоминаю, что работать нужно обязательно по стрелочкам. Итак, что дальше? Конечно же, в этот комплект из 10 предметов у нас входит еще и мультибокс. Что такое мультибокс? Это вот такая коробочка, куда эта овощерезка собирается. И вот так вот, аккуратненько сложенная, может стоять у вас на столе, всегда готовая к работе. Посмотрите, плододержатель одеваем вот здесь, вот на эти крючочки, и он будет у нас стоять. Следующий очень важный предмет в комплектации Бернер – это судок. У него 4 резиновые ножки, он не скользит, и когда вы работаете, все продукты будут падать туда в судок, а не на стол. Никакой грязи не будет на столе. Посмотрите, как закрепить овощерезку в этом самом судочке. Вы видите, вот это ручка овощерезки, а вот это прорезь на сутке. Одно вставляю в другое, и у меня получается жесткая фиксация терки на этом самом судочке. Буду работать вот таким вот образом, и все будет сваливаться сразу туда. Еще в комплектацию у нас, именно того набора, который продается на Вальдресе, входят вот эти две терочки. Это терка Бэби Грейтер, это терка Рёсти. Внимание, это не вставки и не насадки. Они никуда не вставляются и ни на что не насаживаются. Это обычная овощерезка, терка, которую вы можете использовать, просто держа ее в руках. Но она бесконечно острая, несмотря на то, что здесь нет никаких металлических лезвий. Смотрите, работаем с плододержателем, точно так же, как и на любой овощерезке Бернер, и дорезаем все до конца. Терка Рёсти. Необычайно популярна для вареных овощей, когда вы делаете слоеные салаты. Точно так же работаем с плододержателем, дорезаем все до конца. Ну и спиральный ножик наш подарок номер 10 в комплекте. И овощерезка из 10 предметов тренд на Вальдересе. Давайте посмотрим, что она делает. Я очень внимательно прошу вас все-таки понять, что это вставки. Они вставляются вот в эту основную раму. Это не насадки, потому что это не пылесос и это не фен. Ничего никуда не насаживается, а вставляется. А вот картошка, здесь вариантов два. Можете считать, что она насаживается, а можете считать, что вставляется. Но вот такими вот простыми движениями, внимание, сверху вниз, равномерными движениями, не делаем вот здесь вот какую-то там попытку что-то натереть и получаем вот такую вот рассеченную неясную нарезку. Так не надо работать. Работаем равномерными движениями. И в тот момент, когда у нас плододержатель и овощерезка уже, так сказать, встретились, нажимаем на эту кнопку. Вот так дорезаем все абсолютно до конца. Посмотрите, 7 мм на 7 мм, вся нарезочка. Абсолютно идеальный вариант для картошки фри. Конечно, здесь можно сделать кубики. Как их сделать, рассказано во множестве моих уроков. Берем картошку. Посмотрите, вот таким вот образом ее здесь одеваем на плододержатель. Теперь делаем несколько надсечек. Ну, тот размер, который хотите иметь в вашей кубике, вот так и делаем. Прямо в плододержателе. После этого точно так же равномерными движениями работаем вверх-вниз. Вот они, те самые кубики, которые вы сможете сделать на тренде. Что дальше? У нас вставка, где расстояние между ножами 3,5 мм. Вставляем и получаем удивительную нарезку. Здесь, конечно, очень часто мы делаем морковочку на плов. А чем она удивительна? Удивительно своим потрясающим, идеальным результатом. Смотрите, 3,5 мм. Разве вы когда-нибудь сможете порезать это руками? Ни за что и никогда. Здесь получается прекрасный лучок. Ну вот, несколько движений и сразу мелкая крошка из лука. Мелкая-мелкая крошка. Очень удобно для пережарки и для котлет. Если хотите сделать тоненький салатик из огурчика, тоже здесь можно порезать. Да что хотите, и кабачок, и даже капусту. Удивительное дело, получите мелкие кубики из капусты. Вот так поперек листа двигаемся и получаем мелкую нарезку из капусты. Ну и теперь давайте о вставке, которая у нас безножевая. Самая популярная это вставка для тех, кто часто делает тушеную капусту. Может быть, борщи, солянки. Разрезаем качан пополам. И не надо его держать в руке, не надо ничего тягать. Просто положили разрезанный качан вот так вот на ножи. И равномерными движениями вверх-вниз работаем. Получаем тончайшую, классную, вкусную, идеальную капусту. Ну что, если мы поставим с другой стороны эту вставочку в работу и будем резать тоже капусту, естественно, мы получим тоже нарезку, но более крупную. Например, с огурцом здесь можно сделать нарезку длинную и толстую, а можно тонкую и длинную. Все зависит от того, какой стороной вы поставили ваш продукт. Ну, если это будут баклажаны, то все понятно. У вас уже созрел план, как использовать эти баклажаны в наших блюдах. Ну, давайте посмотрим, что же будет с луком, если мы будем работать на этой стороне. Просто вверх-вниз равномерными движениями. И вот они, колечки из лука. Никаким ножом вы не угонитесь. Ни с какой, так сказать, тренировкой никогда вы не получите такого результата, как получаю я. Что будем делать с овощерезкой? Ну, например, давайте Baby Grater. Во-первых, конечно, комплект, тренд мы для начала уберем вот сюда в эту подставку, в этот самый мультибокс и будем аккуратненько хранить. Сполоснуть его в теплой воде. Никаких посудомоек. Вот слово посудомойка и пластмассовая овощерезка с ножами никогда не могут сойтись. Вы можете прочитать свою инструкцию к посудомойке и узнаете, почему такие предметы туда нельзя класть. Ну что же, говорим о терке Baby Grater. Внимание! С одной стороны у нас получается вот такая вот натертая морковка, ну или картошка. Давайте покажу вам и на картофеле, чтобы было понятно, что драники здесь будут мгновенные и великолепные. А с другой стороны вы можете использовать нарезку, которая будет в разы мельче. И она хороша и для шоколада, и для цедры, и для орехов может быть идеальный результат, потому что эта терка не имеет лезвий и она не давит, а режет. Вы видите, весь сок остался в продукте. Ну что же, посмотрим, что делает терка Рёсти. Пятерочка для тех, кто любит слоеные салаты, потому что морковка вареная здесь прекрасно режется. Конечно же, режется очень хорошо здесь картофель. И вы наберете 5 букв Рёсти в любом поисковике в интернете и получите необычайные истории о том, как готовится блюдо, очень известное в Альпах. Оно так и называется Рёсти. Вот так вот Рёсти вы получите картофель. И если будете его запекать, то, во-первых, это будет мгновенно, потому что очень-очень тоненькая нарезочка. А во-вторых, сюда вы сможете также потереть сыр, можете также потереть еще и лук. Все получите быстро и результативно. Ну, конечно, о слоеных салатах, которые мы любим, селедка под шубой, без сомнений, эта терка лидирует. Все эти овощерезки устанавливаются вот на этот самый судочек. И когда вы будете еще раз резать, напоминаю вам, он не скользит. Держите вот здесь за ручку, здесь за ручку, как хотите. Давите на кнопку плододержателя, дорезаете все до конца. Ну, давайте дорежу, а то у нас сейчас будут скептики, которые будут сомневаться в том, что я могу дорезать до конца. Да, все дорезаю до конца, все. Вот шкурка от картошки, единственное, что у меня осталось. Ну что же, вот полный судочек нарезанной у меня картошки. Идеальное вкусное блюдо можно сделать, называется Реости. Таким образом, напомню еще раз, что в комплект входит у нас рама, три вставки, плододержатель, мультибокс, судок, теркаль Бэби, теркариусти и спиральный ножик. И все это возможно купить только на Вальдберрисе. Не сомневайтесь, это оригинал. Теперь для тех, кто хочет дополнений. Дополнение можно взять в таком варианте. Это отдельный лот, это отдельный артикул. Он состоит из вот такого бокса для вставок и трех дополнительных вставок. Вставка, где расстояние между ножами 10 мм, она делает крупнее соломку, чем та, которая есть в штатной вставке. Вставка, где расстояние между ножами 1,6 мм, она делает мельче, чем та, которая в штатной вставке нарезку. Еще у нас есть вставка, которая называется Зеро. Я, кстати говоря, специально взяла вот эти вот дополнения другого цвета, чтобы вы понимали, что они не входят в комплект. Что делает Зеро? С одной стороны, вы можете вот так ее защелкнуть, и у нас во время хранения или мытья без мультибокса ножи закрыты. С другой стороны, если поставите, у вас получится третья толщина нарезки. Ну что же, этот дополнительный артикул вы тоже можете найти на Вальдберрис нужного вам цвета. Что еще я вам порекомендую? Ножик овощечистка. Здесь разговоры отдельные, длинные и интересные. Если мы будем говорить о терке для корейской морковки, пожалуйста, это не вставка и не насадка. Она не входит в тот комплект, который самый популярный на Вальдберрисе. Из 10 предметов терка для корейской морковки не входит. И еще раз, это не насадка. Она никуда не насаживается, не вставляется, не втыкается. Может самостоятельно и отдельно работать. Итак, вот терочка для корейской морковки. Всем понятно, чем длиннее морковка, тем длиннее соломка. Можно работать точно так же с вот этим вот судочком. Терка для корейской морковки называется Рока. Она продается отдельно и устанавливается на этот же самый судок. Работаем, конечно, с плододержателем, чтобы дорезать все до конца. Но плододержатель у нас уже есть в основном комплекте. Поэтому докупаете такую терочку, будете иметь морковку по-корейски. Еще один вариант, опять, не вставка и не насадка. Это самостоятельная отдельная терка, называется вафельно-спиральная. Делает огромное количество красивых декораций, которых невозможно сделать в принципе никаким ножом. Ну, посмотрите, вот такие дырочки к новогоднему столу, украшения. Ну, и много других вариантов с ней можно сделать. Она также устанавливается на этот судок. И еще раз, это не вставка и не насадка. Это самостоятельная терка. Вы видели, как я сейчас на ней работала. Она никаким образом не заходит в комплект тренд и никаким образом не вставляется ни в какой мультибокс. Что у нас еще есть в ассортименте? Есть терка, которую мы называем «Карли». Опять специально зеленого цвета, чтобы вы понимали, что это не одно и то же с тем комплектом из 10 предметов. Это самостоятельная терка, вариант «Карли» и вариант «Рока». Обе эти прекрасные терки есть как отдельный лот, вот такой парой на вальдрессе. В комплект из 10 предметов, повторяю, входит основной нож, вот эта вот рама. На каждом лезвии написано «Бернер Германия». Три вставки, 3,5 мм, 7 мм и двусторонняя безножевая. Дальше в этот комплект входит плододержатель, сюда же входит судок, сюда же входит еще две терочки. Одну мы называем детская или бэби-грейтер, и вторую мы называем рюсти. Кроме этого, в наш комплект входит еще подарок, который называется «Спиральный ножичек». Ну что же, все остальные детали вы можете покупать, можете выбирать, можете комплектоваться так, как вам удобно. Комплект вот специально подобран другого цвета, можно собрать на любой вкус и на любой кошелек. Но вот этот основной комплект на Вальдресе бесконечно выгодный. Я очень рекомендую, заходите, ищите «Бернер Аксвальт», и это все действительно наше. Ну что, дорогие мои, удачных покупок! Спасибо всем, кто сейчас был с нами. Счастливо!